Я только что записал программу для записи с экрана. Для этого потребовалось всего лишь три команды. После них я запустил программу Simple Screen Recorder. На первой страничке выбрал Альса. На второй набрал YouTube. Выбрал директорию, где сохранять файлы. И выбрал формат MP4 для видео и MP3 для звука. С этими настройками Simple Screen Recorder очень хорошо записывает видеоролики. И нажал на записи и записываю. Сейчас только что установлено Linux Mint. Первое. Кому как. Мне такой сильно яркий фон не нравится. Ну, это, так сказать, на любителя. Но дело легко поправить. Есть вот такая чудесная программочка. Для смены обоев нажимаем на терминал. Вставить. Вводим пароль наш, юзер. Запомните. Просит нажать Enter. Нажимаем. Вот наш пароль. Еще раз тут напишу специально для вас. Потом его всегда сможете поменять на любой другой. Я просто сделал пароль очень простым. Такой же, как и имя пользователя. Чтобы вам было легче. Дальше. Копируем вторую команду. Вы просто можете на бумажку их там записать, эти команды. И к себе постепенно, значит, их записывать. А я еще попробую в приложении дать все эти команды, чтобы вам, как говорится, просто было еще легче. Взял, скопировал. И все. И вот ставим программку по сменке обоев. Вот она пишет по-русски. Хотите продолжить? Да, нет. А я в английском режиме отвечаю Yes. Одну букву первую набираю и нажимаю Enter. И пошла установка на программки для смены обоев. Ну, пишет, что вроде бы уже и сделала. Ну, все легко проверяется. Вот здесь мы набираем первые три буквы программки. Она уже появлялась. Значит, здесь все написано по-русски. Я пишу продолжить, участвовать. Но вот участвовать я желаю анонимно. То есть никаких данных от себя отдавать не собираюсь. Обои менять при запуске также. И плюс обновлять каждую минуту. Ну, а здесь у меня, так сказать, вместо как у дурака махорки, я могу не поскупиться и выделить, сколько положено. Ну, не знаю, на каком языке она будет показывать случайные мудрые цитаты. Поглядим. Потому что у меня на английском она показывала английские. Ну, и здесь тоже она показывает английские цитаты. Значит, если с языком проблемы, то, значит, идете в меню. Снова, значит, набираете вар. Вот эта программка. И убираете цитаты. И они у вас исчезают с рабочего стола. Эта программка позволяет обмениваться обоями рабочего стола пользователям. Этой программы. То есть, такой между собой обмен идет. Причем, бывают очень красивые обои. Просто и животные, и птицы, и природа, и архитектура. Просто бывают прекрасные фотографии. Итак, что сейчас будем ставить? Значит, сейчас будем ставить мы конки. Тоже, я считаю, что это очень толковая такая программка. Значит, поскольку я ничего не закрывал, набираю просто вставить. Нажимаю Enter. Попросила. Здесь снова копирую вторую команду. И пока там она вставит, я еще скопирую третью команду. Вот все эти обои, это не мои. Это железобетонно. Так. Опять Y. Enter. Теперь займемся настройками конки менеджера. Вот набираем в поисковом окошечке. Он появляется. Идем сюда. Так. Что у нас тут? Ага. Справа сверху. Хорошо. Прозрачность. Вот прозрачность. Я его сделаю непрозрачной. Так. Здесь по ходу установки будет отражаться вся системная информация. Как задействован центральный процессор, оперативная память, диски. Вот видно, что у меня на диске. Сейчас вот я еще поставлю одну. Вот эту красавицу. Да. Так. И слева сверху. А нет. Лучше здесь сделать где-нибудь. То, что у нас тут имеется вот ряд. Так. И вот здесь в настройках еще надо... Я всегда нажимаю, чтобы при автозапуске компьютера он автоматически... Эти иконки гаджета, эти включались через 20 секунд. Все. Теперь этот менеджер можно закрыть. Прекрасно видна дата. Дата, месяц, год, день, недели, часы, минуты. Ниже написано, что вот у меня имеется 24 гигабайта на жестком диске. И 18,5 гигабайт у меня свободно. Вот и здесь тоже написано. 18,5 гигабайт свободно. И плюс, похитрее еще, сколько занято сейчас. Всего занято 4,7 гигабайта. Это, значит, как используется у меня оперативная память. Значит, здесь вот общее он выдает число 22. Но это он выдает в процентах. А здесь вот в мегабайтах. Всего у меня 37 гигабайта. А 858 это, скорее всего, сколько используется. Ну и как используется центральный процессор. Ну, поскольку программка для записи с экрана отнимает львеную долю, на самом деле без них у вас будут эти показатели гораздо меньше. Теперь перейдем к следующей. К следующим настройкам. Я хочу проверить, есть ли тут Skype, Dropbox и TeamViewer. Эти три программы у меня, скажем так, необходимы минимум. Ну, вот, значит, здесь вот я их не вижу. Теперь начнем попроще сделаем. Я напишу здесь. Skype. Нету. Теперь нажмем Drop. Ну, тут можно дальше и нажимать. Тоже нету. И нажмем... Ну, тоже нету. TeamViewer. И плюс VirtualBox. Ну, видно, что нету. Еще нужно попробовать веб-бокс просто набрать. Ну, и третий вариант Oracle. Тоже нет. Все понятно. Значит, ну что, проверим, значит, как работает менеджер пакетов. Вот он просит пароль. Заводим сюда парольчик. User. И тут у меня, значит, пока он там заходит, у меня был тут список, скажем так. Вот у меня здесь почти что я весь он под глазами. Хорошо. Попробуем сначала поискать все эти, значит, дела через менеджер пакетов. Вот я просто-напросто копирую название. Вставляю его сюда. И пусть-ка она поищет. Так. TeamViewer она не находит. Есть ли у нее Skype? А Skype вот у нее вроде бы как есть. А причем есть какой-то вот такой вот. Есть такой. Ну, вот этот вот, за него 500. Так. В общем, 703 отзывы. И там. Ну, давайте поставим его. Два раза кликаем по нему. И появляется кнопочка. Установить. Значит, ко многим пакетам в Linux Mint. Значит, имеется описание на русском языке. Но вот к Skype, значит, нету. Ну, в принципе, это программа, которая позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и голосом через интернет. Вы можете жить на другом конце земли. А все равно программа у вас будет работа. Значит, вы будете способны говорить со своими друзьями и знакомыми. Проверяем. Значит, я иду сюда. Вставляю программку. Появляется она. Теперь вопрос. Ага. Все. И пошла установка. Там, если вы зарегистрированы, значит, нажимаете «Я согласен». И дальше вам будет предложено уже ввести свой логин и, значит, это самая пароль. Если нет, значит, тогда нажимаете на «Создать учетную запись». И регистрируетесь. Программа хорошая, скажем так, всеми признанная. Пошли дальше. Значит, Skype мы поставили. TeamViewer он не нашел. Повещем-ка мы еще здесь Dropbox. Если он здесь. Dropbox. Dropbox пишет, что тоже есть. Два раза по нему кликаем. Левой кнопкой мышки. И пишем «Установить». Это хранилище в интернете. Облачное. Где можно, значит, хранить свою информацию. Я ссылку ниже оставлю по ней. Пойдете, зарегистрируетесь бесплатно и получите бесплатно 2 гигабайта хранилища в интернете. Причем, в отличие, хоть и 2 гигабайта, но в отличие от Google, он ориентирован только на Microsoft Windows. А Dropbox, он и на Linux, и на Windows все синхронизируется и все нормально работает. Поэтому я его, так сказать, очень рекомендую. Программа, как говорится, хорошая. Позволяет вам хранить свои фотографии, документы, видео, под паролем и все. Можно друзьям посылать только ссылки на них, а они уже будут, как говорится, их смотреть. То есть не надо большие файлы посылать, а все будет. Так, значит, у нас остался неустановленным TeamViewer. И замечательная наша программа, без которой, я считаю, что и делать нечего, это SystemBug. Так, а ну-ка, есть ли здесь SystemBug интересного? Мне просто было бы интересно узнать. Нету. Ну ладно. Значит, SystemBug мы поставим, в конце концов, и через терминал. Это чудо, а не программа. Она позволяет создавать резервную копию, а вот вашей уже настроенной системы, так называемой точки отката, восстановиться с них в любое время. Также создать позволяет образы на флешку и записать их. Причем, может еще создать в формате Iso, тогда эти образы вы можете скопировать на любом другом компьютере, программы для записи флешек записать. То есть, чудесная программа. И мало того, значит, опять Y пишу, и мало того, она, значит, очень шустрые флешки создает. Я делал полностью настроенную систему для Ubuntu Gnome, потому что мне очень нравится интерфейс Ubuntu Gnome, сам гномовский интерфейс. Так у меня полным-полно была, значит, флешка забита программами, моими любимыми, и тем не менее нагрузилась на компьютер 30 секунд. Я засекал 30-35 секунд. А уже на жестком диске компьютера у меня, значит, та же Ubuntu грузится где-то около минуты. Вот как там создатели программы-то сделали, я не знаю, но просто чудо-человек. Итак, значит, пакетик этот у нас мы установили, обои установили, Skype поставили, значит, нам теперь надо разобраться с TeamViewer. TeamViewer, коль пошла такая пьянка, он обычно хорошо ставится вот как. Значит, идем на сайт. Здесь, значит, отберем эту программу, и, значит, нам предлагают вот самые разные варианты. Дебяновский вариант, ну, скачаем вот этот первый, посмотрим. А пока он там сохраняется, значит, нам нужно глянуть, есть ли у нас здесь установщик Дебяновских пакетов. Есть такой, дружочек, ну и прекрасно. Вот я, значит, устанавливаю установщик Дебяновских пакетов. Файл скачался. Ну, где он? Файл. Открыть. Загрузки. Вот этот TeamViewer. Открываем его. И, значит, устанавливаем. Он просит пароль, а я пока, значит, терминал пока закрою. Так, пароль заводим. И так ставит, ну, пускай ставит. Ладно. Я отмечаю галочку и автоматически закрывает, когда все установится. Ну, похоже, что уже установился. Значит, я сейчас просто вот так вот, чтобы не исходил, у меня там установился название. Скопирую. Пойдем сюда. и вот здесь мы его вставим. Вот он, он красавчик. Вот первый раз при установке, значит, он просит принять лицензионное соглашение. Нажимаем принять. Закрываем эту, значит, ненавязчивую рекламу. Все, он работает. Длина идеи есть, пароль есть. Все, значит, эта программа позволяет вам управлять рабочим столом. удаленно, значит, или просить помощи у своих знакомых через TeamViewer, чтобы помогли там с установкой программы или с проблемами на компьютере, или если вы грамотные, то с помощью этой программы можете помогать своим друзьям. Значит, так, конки менеджу есть, символ есть, так, попробуем кого-то еще что поставить. Значит, но он не всегда срабатывает, но может быть сработает. Глянем. Очень хороший видеоредактор. Ну, автор что-то там в последнее время он, по-моему, заупрямился или поменял свои репозитории. поглядим, что получится. Ну, видеоредактор, ну, во-первых, он бесплатный, а во-вторых, я им очень хорошо склеиваю видеоролики, которые я вот записываю при помощи программки TeamViewer Simple Screen Recorder. Так, копируем, вставляем. нажимаем Yes и пусть он там себе ставится. А он пока ставится, мы сейчас пойдем посмотрим в настройках языковый модуль. Использовать флажки для отображения раскладки. Конечно! Это же такое чудо! так. Ну, здесь, собственно, сама клавиатура-то. Вот она. Раскладки. вот здесь нам надо поискать, что у них тут с английской. Вот. Великобритания подходит. добавить. Вот она. Добавить. Ну вот. Теперь я ее наверх. Английскую я в США вообще уберу. Делаю отдельные раскладки для каждого окна. переключения. Переключения на другую раскладку. Я беру всегда Windows-овскую. Alt-Shift. И вот теперь все настройки у меня сделаны. и нажимаю клавишу Alt-Shift. Вот у меня значки все переключаются. Так. Кодеки добавлять не буду. Тут они обещались вроде бы сами. А в программах мы значит SM-Player но мы вот что сделаем. Я заодно сделаю новую веточку и запишу эти программы в новую веточку. Да. Сделаем таким образом. Новая веточка и мы назовем ее SM. Player раз. Ну теперь значит я ее скопирую и вставлю сюда. Ок. Здесь тоже напишу. А вот теперь займемся интересными вещами. Вот так. ну пусть он поищет SM-Player. Проблема-то. Официальный сайт SM-Player. Да ради бога. Загрузить SM-Player. А я собственно говоря грузить-то не хотел. Я хотел ну давайте посмотрим. Через командную строку все это дело. О есть. И вот эти три команды мы возьмем и скопируем. Потому что все эти друзья не родственники близкие. Зайдем-ка в терминальчик и заведем первую команду. Первая команда у нас будет вот так выглядеть. Опять заводим пароль. Enter. Заводим вторую команду. я сделаю специальный файлик не нужно вам будет все это дело впечатывать или переписывать. Все будет в файлике и просто из него будете брать копировать и вставлять. А еще проще я сделаю сборку в которой будут поставлены все вот эти программы которые я сейчас показываю. Сборки значит будет ссылочки значит скачать сборку значит загрузчиком значит там приведена ссылка откуда можно загрузчик будет поставить и будет ссылочка на программку при помощи которой можно вот этот образ записать на флешку и еще обычно я придаю значит там парочку программ для проверки скачанной флешки то есть чтобы удостовериться что вы не просто скачали образ но что вы его скачали правильно потому что бывает иногда перебои в интернете ну мало ли что поэтому лучше как говорится убедиться что все нормальное но это программы их так называемые чек сумм проверка суммы производитель образа он обычно дает свою чековую сумму вы скачали и проверяете ее со своей у меня есть специальный видеоролик посвященный этому поэтому вы можете его посмотреть а итак смплеер мы значит сделали и вот теперь давайте посмотрим кого-то на это чудо значит вот смотрим сюда control smplayer почему я скачал с сайта потому что здесь практически самые свежие версии и вот смотрим вот эта синяя кнопочка или клавиша f11 открывает совершенно чудесную родственницу этой программы значит брозер еще не установлен да ради бога сейчас пойдем так вот мы сейчас для него тоже запишем командочку где у нас тут 4 и 3 вот сюда тут у нас было все так здесь попробуем просто сделать вот так записать только браузер вставить юзер пишет что готово ну мало ли что пишет все проверяется проверяется все очень легко нажимаем еще раз и оказываемся вот на всемирно известной так называемой трубе переводить дословно очень трудно ю это ты вы тюб труба вот английская youtube ну по-русски все ее любят называть просто смотрю на трубе видео значит какой-то видеоклип человек там нашел на трубе теперь значит раскладку проверяем alt shift раз у нас русский язык вот я пишу чиж хорошо вот тут масса у них песен там самых разных ой что у меня там да у меня чижика очень мне много чего нравилось ой чудесная вещичка так но посмотрим качество не очень но тем не менее вот допустим если он мне понравился добавляю его в закладке фавориты теперь значит допустим вот второй видеоролик пишет к сожалению из изменения на странице youtube видео там ля-ля-ля тополя не может быть проигранно хотите ли обновить код да хочу обновила ну тогда играем ну и последний вот прекрасная вещичка у них нет это я не нравится я хочу полонез там где он сам играет так полонез и вот чигараков здесь сам играет давайте-ка мы его и посмотрим вживую вот и босса храним и вот как видите у меня теперь в закладках имеется три песенки чижа я на любую встаю как видите значит вот эти две программки они как бы ну дополняют друг друга значит теперь дальше если на любом видеофайлике нажать вот так правой кнопкой мышки то появляется менюшечка можно воспроизвести видео вот на смплеере можно записать его можно записать только аудио можно смотреть его на youtube вот таким образом ну тут надо еще плагин ставить на этот самый на youtube на на файфокс значит дальше значит можно скопировать ссылку и можно ссылку добавить значит вот сюда но поскольку эти мы добавляли вот колокольчики допустим добавить в смплеер плейлист а а нет так а где колокольчики добавить а добавляет не фавориты, а в плейлист ну ладно зато мы можем теперь взять и добавить ее сюда а плейлист, вот он у нас он был добавлен сюда то есть вот такое вот прекрасное приложение позволяет вот эти обе программы значит использовать нам и я предпочитаю вот SMPlayer гораздо более, ну больше чем традиционные программы причем здесь все на русском языке пожалуйста значит язык можно поставить любой языков, как говорится, немерено всем рекомендую вот такую прекрасную программку теперь значит последний значит штрих еще к настройкам что я обычно делаю я значит а Crusader значит ну скорее всего он установится через менеджер программ все-таки ну должен же у них Crusader то быть так Crusader и пусть она его поищет есть вот это два раза по нему кликаем левой кнопкой это великолепный двухпанельный менеджер причем он идет значит в двух режимах значит и во втором режиме значит с правом доступа корневым там всяким делам через пароль вводится все это ну сейчас поясню в чем дело обычно файловым менеджером и чем-то другим эти вещи сделать очень трудно а им делается в легкую у меня на другом разделе жесткого диска значит имеется специальная папочка с моими личными значит обоями которые я там собирал по интернету какое-то время ну понравилась обоина взял там ее скачал причем выбирал я обои высококачественные там 1920 как минимум чтобы было у них там размерочек то есть на любом компьютере будут смотреться нормально так сказать широкоэкранные такие обои хорошие качественные значит ну различные виды там архитектура там немножечко зверей вот и вот значит сюда пока он тут все это дело качает программа хорошая но ставит долговато ну пусть ставит оно того стоит значит вот эти вот вот эти конки я сейчас вот это вот я сейчас уберу потому что в принципе она свою функцию выполнила а вот вот эту красавицу значит я сейчас перетащу в правый угол топ миддл а теперь сделаем топ райт нормально закрыть то есть информацию о процессах вы посмотрели а так вот у вас будет очень красивая такая краткая информация о системе о текущем времени дате и так далее причем все довольно крупно а здесь вот пока крозейдер значит качается настройки панели даст он нам тут что-нибудь интересненькое нет дает так настройки размера я бы хотел просто напросто тут вот можно сделать панель внизу мне это нравится что я люблю когда панель наверху но что-то я не вижу чтобы что-то тут ладно всех дел не переделаешь значит крозейдер записался значит занимаемся крозейдером значит ну здесь опять-таки первые три буквы обычно набираешь кру он он уже появился первый раз выскакивает окошечко ну это только первый раз когда там предлагается значит настройки и закрываем и вот теперь если в корзейдер зайти сервис то вот сразу появляется красный значок запустить корзейдер с правами root вот это мне и нужно пароль у нас юзер заводим сюда нажимаем окей 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 закрыть и вот теперь смотрим значит во-первых я хочу посмотреть где у нас расположены обои здесь значит обычно они сидят в юзер шея и вот здесь у них или в бэкграундах они сидят вот здесь а но иногда бывает еще и волпэйперс так что мы еще сейчас посмотрим волпэйперс есть у них там или нет волпэйперс нет у них ну значит тогда все в бэкграундах сидит возвращаемся на бэкграунда вот сюда так а здесь значит я ищу свой жесткий диск на котором у меня очень там чего много было так в образах по-моему сидело вот сюда я просто напросто возьму и скопирую все свои обоины а вот теперь смотрите если я выделю значит вот здесь вот все обои и нажму на их свойства разрешение то вот будет запрещено и запрещено и они проигрываться не будут а я отмечаю можно читать и писать можно читать и писать нажимаем ok проверяем все разрешение всем как говорится выданные теперь значит программа значит она еще будет крутить и мои там эти самые там обоины вот а обоины у меня довольно-таки красивые здесь самые разные есть какие симпатяшки бывают сейчас можем сделать вот так посмотреть вот их выбрать тут очень бывает вот красивая тоже обоинка я не претендую там на что-то особенное но есть несколько симпатичных ой какая мордашка симпатичная значит поэтому значит вот таким вот образом ну и сама по себе у нас программка тоже меняет обои причем частоту можете настроить можете поставить там я сделал периодичность в одну минуту вы можете сделать и в час и в два и в сутки там как вам нравится все настройки зависят от вас и для меня сейчас помимо всего прочего значит в принципе вот что мне очень понравилось в минте это то что значит у него нет проблем с флагами стран то есть для меня как то зрительно но это просто очень приятно вот раз перескочил ну ты зрительно уже видишь где ты а в Ubuntu Gnome ну все прекрасно и такой гномовский интерфейс там все ну вот не приделали они флажки стран пробовал я повозиться ни черта не получилось так настройки панели все настройки так что значит все настройки нет это мне не нужно а я хочу панель просто напросто сделать пошире так но панель вверху скрывать я ее не хочу высота верхней панели а почему верхней ну давайте мы сделаем вот так ага все таки красавица начала меняться ну вот почему потому что далеко не каждый значит видит эти мелкие там значочки а вот допустим вот так вот где-то или вот так вот ну зависит как говорится от вашего зрения конечно ну можно поднастроить все это дело под себя ну я такую же ширину сделаю для верхней панели посмотрим перескочит он или не перескочит ну я ему уже поставил что сделать панель сверху а он вот взял и не захотел ставить ничего страшного в конце концов так вот практически значит настроенная под нас и забыли мы еще поставить сюда всеми любимый google chrome браузер так меню у нас тут желает или не желает показываться после всех наших пертурбаций не желает так я тогда значит режим редактирования теперь убираю и теперь значит в менеджере пакетах все-таки поищем то что как говорится забыли здесь есть один интересный момент вот я завожу в начале традиционно google chrome browser так вот как оно обычно правильно называется и ничего теперь значит пишу вот так chrome ми ум и вот пожалуйста ну и теперь берем с наибольшими звездами вот этот а это почему-то драйвер это кодеки всякие это все кодеки ну вот так и ничего да и вот наконец появился chrome browser вот только после такого словечка или вот chrome черточка browser ну в любом случае наконец-то мы на него добрались нажимаем два раза и ставим внизу вот идет линейка прогресса видно и значит все у нас будет как говорится то есть видео урока так я делаю для того кто любит повозиться настроить под себя и так далее а вот для тех кто не любит или у кого нет времени будет готовый образ который мы сейчас создадим при помощи программы systembug этот образ значит я запишу на флешечку и помещу значит его на google drive и покажу там есть вот один нюанс как с него надо правильно скачивать причем скачивать как раз и будете google chrome хромом хотя да есть там определенный нюанс у меня качалкой эти образы с google драйва не качаются скачивается короткий файл говорит что все закончено и привет а качалка из самого google chrome все это дело нормально качается там только надо несколько раз нажать на скачку и все итак значит google chrome броузер мы установили ну теперь надо посмотреть в интернете он должен сидеть у нас где-то здесь вот он имеется тут голубчик последняя версия помнится была у него сороковая давайте проверим сороковая ну значит все нормально так вот теперь у нас практически значит настроено значит тут все у нас даже вот просится скайп значит ну пока я ему еще не разрешу потому что это делаю я для вас сами туда будете свои данные вводить а теперь мне нужно показать вам как поменять пароль в своей учетной записи значит так ну давайте посмотрим тут что-то такое наверное в администрировании должно быть так пока там я буду все это искать ага вот значит мы запустим программу который нам сейчас создаст образ настроенной системы вот этой программы цены нет поверьте мне я уже в утилитах разбираюсь значит ну первым делом значит нажимаем создать new и она сейчас будет создавать вот образ нашей системы которую вот мы уже только что сейчас взяли и настроили под себя то есть будет сохранять со всеми нашими настройками так то есть у linux mint ну сравните традиционный вид и так ну поменялся он значительно и ну для меня он как-то гораздо более привлекательнее стал что ли и высоту ширину панельки я поменял сделал ее покрупнее вот все у меня тут под рукой как говорится скажем так под глазами и вот он все это дело сделает точку отката что-нибудь там дальше я буду ставить что-то не так пойдет я всегда возьму и откачусь назад на то место когда у меня все работало нормально это по типу как windows создание значит point 300 точки отката так и здесь причем эта же программа она великолепно создает значит образы для флешки и записывает на флешку и даже у вас полностью слетела вся система вставляете флешку загружаетесь с флешки где-нибудь за 30 за 40 секунд и восстанавливаетесь в течение 4-5 минут не больше то есть она очень быстро все восстанавливает систему настроенную со всей этой кучей программ которую мы поставили с флешки она восстанавливает за 4-5 минут это очень быстро потому что традиционная программа там они по 20 по 30 минут все это дело делает вот как автор этой программы умудрился все это дело сделать я не знаю ну молодчины сказать нечего так детали учетной записи вот нам еще вот сюда надо будет заскочить показать вам как менять пароль внутри вот пишет что можете поменять свое имя пишет можете завести текущий пароль вот мы допустим его заводим там юзер новый пароль ну допустим я напишу там 1 2 3 4 5 5 единиц пишет слишком короткий добавим 5 двоек 1 2 3 4 5 вот пишет нормально пишем 1 2 3 4 5 и 5 двоек 1 2 3 4 5 ок показать показать пароль вот 5 единиц 5 2 нажимаете на изменить и у вас уже будет свой пароль я его менять пока ничего не буду вот просто вот показываю как вам все это дело можно сделать и поменять имя пользователя и пароль и образ скачать вы скачаете первоначально там пароль будет юзер чтобы это самое там могли поставить себе или еще что-то но в любой момент вы всегда сможете его сменить только если уж забудете пароль ну тогда придется всю систему переставлять по новой вот а изначальный пароль значит у вас будет юзер причем места много не занимает но все это дело может быть записано на 4 гигабайт флешку и за глаза и за уши вам этого дела хватит единственное что вот сюда ну я не знаю сейчас посмотрим можно добавить сразу вот так интернет где у нас интернет вот оно так добавить на панель вот я нажимаю и вот он у меня добавился на панельку это вот одну настроечку я делаю и еще одна крузейдер ну напишу я просто кру вот оно его на панельку теперь еще что обычно скайп и дропбокс скайп и дропбокс так и забыли мы еще одну программу так вы как хорошо я вспомнил так тогда я отменяю создание этой точки потому что мы забыли поставить еще одну немаловажную программку немаловажную программку мы должны поставить через терминал через вишенку да похоже так вишенка раз делаем еще одну веточку в бокс здесь я напишу виртуал виртуал бокс вентра программа у нас имеется возможность я же там набирал команду команду но наберем еще раз виртуал бокс проверяем правильный набрал виртуал бокс виртуал бокс все правильно нажимаем enter появился красотик тогда будем сейчас его ставить ну что 130 отзывов это наилучший вариант так я полагаю ну давайте поставим посмотрим тут вот описание кстати тут вот чуть-чуть ну переведено даже по русски если вы не не пожалеете и выделите порядка 100 гигабайт раздел под linux mint установите вот сюда виртуальную коробочку и если вы на эту виртуальную коробочку значит установите windows семерочку с офисом то это у вас где-то порядка 30 там 35 гигабайт займет ну зато безо всякой проблемы значит будете проигрывать через виртуальную коробочку ряд программ которые работают только на windows а все эти там эти вайны play on linux что там еще кроссового они только обещают вам что все будет хорошо прекрасно на самом деле 80% случаев необходимые программы не ставятся а так через virtualbox значит скачаете где надо там образ семерки windows офиса 13 отдельно урок посвящен посмотрите поставите сделайте свой файлик и все у вас будет крутиться linux mint будет и будет на нем виртуальная коробочка и через виртуальную коробочку у вас будет спокойный моментальный доступ к windows к семерке microsoft офису 2013 и к ряду программ которые просто не написаны для linux вам по каким-то причинам допустим нужны вот вы к ним доступ и получите то есть вот видите да что процесс настройки скажем так linux системы он довольно таки ну скажем так трудоемкий то есть скачивается какой-то базовый образ а на него мы начинаем уже как говорится устанавливать программы которые нам необходимы ну я вот поставил такие программы которые вы или не сможете сами поставить или еще по каким-то причинам а так скачайте образ запишите его при помощи специальной программы на флешку и носите его себе на здоровье на флешке у вас будет готовая рабочая операционная система настроенная со всеми прибамбахами которая с флешки будет грузиться 30-35 секунд на компьютер представляете сам компьютер дольше грузится там обычно там минуту вот даже на старых компьютерах все равно с флешки у вас будет загружаться быстрее понравилось взяли тут же записали его там другу есть такая возможность ну что коробочка поставлена единственное значит что мы сейчас проверим значит вот здесь я напишу virtualbox вот он уже появился так бронзер я закрою пока ну что у меня тут много всего открыто что ли или что не хочет он запускаться так где он может сидеть да вот он он сидит вроде бы есть голубчик ну вот а если есть значит все будет работать так вот файл импорт конфигурации импортируете сюда файлик и у вас ваш как говорится образ с настроенной семеркой там допустим офисом будет загружен и будете моментально получать доступ к Windows через Linux Mint и будете пользоваться всем богатством и красотой Linux Mint это одна из самых популярных программ считается линуксовских и плюс без перезагрузки будете получать возможность пользоваться Windows 7 и рядом программ Windows причем особенно там кто выигр любит играть ну и будете прямо через Windows все это дело крутить и смотреть ну а теперь значит вот последние стрихи значит программочка наша SystemBug где там она вот ну теперь я думаю что у нас ну все мы уже что только можно и нужно значит поставили набираю я пароль User и и вот здесь значит мы создаем образ живой системы сейчас почистит кэш и вот первая точка она у нас создана обратите внимание на эту кнопочку System Restore она сейчас обесцвечена но если мне нужно будет восстановить систему я поставлю здесь галочку она сразу появляется из небытия на нее нажимаете кнопочку и восстанавливаете все данные как были вот на момент их создания то есть вот сейчас мы там толком и в интернет толком не ходили то есть ни вирусов там ничего не могли не хватать хотя их Linux не боится ну всегда можете откатиться назад дальше вот чудесная возможность этой программы Live System Create вот я нажимаю значит сейчас покажу вот здесь вот есть в установках я всегда ставлю галочку чтобы создавала одновременно и изообраз также для настроенной системы и теперь тут можно задать расписание там ну я обычно этим не пользуюсь по которому будет производиться создание там определенной серии снимков а теперь идем в исключение вот допустим список папочек которые вы хотели бы исключить из создания ну вот у меня значит что в документах у меня по-моему что-то там такое было уже и было в загрузках да плюс видео значит я пишу вот а все остальное у меня скажем так пустое и вот теперь значит я иду создать значит образ и вот пусть она его нам этот образ создаст настроенной системы она создает его в своем формате и плюс вот создает его еще в формате айса тут у нас уже заканчивается сейчас будем делать дела создана и вот смотрите значит образ который мы записали он был у нас 1.4 гигабайта а здесь вот образ который уже нами создан и куча ведь программ я понаставил и он всего лишь там на 500 мегабайт больше всего вот 1.9 ну практически 2 гигабайта а что такое 2 гигабайта у меня самая маленькая из флешек на 4 гигабайта вот посмотрим фалловая система home теперь я вот в таком виде люблю смотреть потому что так размеры легче видно вот айса образ занимает ну вот здесь написано 2 и 1 гигабайта да ради бога и вот я всегда значит что делаю вот смотрите я беру значит этот образ копирую затем значит иду вот сюда кто тут не хочет показывать да а почему ну ну это ну ладно так семерка увидит увидит да ради бога на любом другом разделе жесткого диска значит так пользователи пользователь ну куда ну в загрузке пока переброшу так ставить я копирую ее то есть даже при полном крахе вот раздела жесткого диска с linux mint у нас все равно все данные будут сохранены все будет сохранено только там свои потом пароли проставить да и все сейчас вот скопируется ко мне в раздел загрузок на семерочке я его только немножечко имя поменяю чтобы потом самому не путаться я уже назову его не system bug live а назову его linux mint live и дата когда он был создан вот и все вот system bug live теперь смотрим дальше флешка вставлена в гнездо вот она значит и теперь значит я нажимаю на кнопочку записать write to target записать на целевой источник нажимаю старт пошла запись пока там запись идет я значит сейчас возьму и переименую вот так и вот здесь вместо system bug live я уже для себя напишу linux mint live и нажму enter все и плюс есть дата создания есть размер то есть у меня на флешке еще останется порядка там полутора там гигабайт свободного пространства вот пишет она пишет довольно таки живенько уже четверть как записала сейчас запишу и буду загружаться с нее засеку сколько это времени займет и в последней части ролика значит вам это дело значит расскажу сколько это заняло место вот как раз то что нужно я хотел а ну вот вот здесь вот значит посмотрите дату и время как можно поменять я тоже показывал но вот еще раз показываю 24 часовой формат значит разблокировать вводите пароль выбираете часть света выбираете город или вот здесь по карте подбираете здесь значит восстанавливаете там дату и время снова нажимаете вот эту кнопочку заблокировать и все и так на флешку значит все это дело записано теперь теперь я перезагружусь чтобы узнать сколько у меня времени значит грузится флешка и затем вам как говорится сообщу конечный результат значит загрузка с флешки заняла ровно 32 секунды причем помните когда я пробовал сделать панель чтобы была сама вверху она не захотела а после перезагрузки вот пожалуйста верхняя панель как говорится появилась как мне и нравится чтобы сверху все это дело было вот опять таки все программы все нормально встало так что загрузка флешки работает очень быстро и так загрузка все то же самое настроение и так далее из флешки загрузка занимает 32 там 35 секунд все то же самое на жестком диске компьютера у меня занимает 1 минута там 2 1 минута 5 секунд два раза дольше вот то же самое было и с Убунту Гном но в любом случае грузится они довольно таки быстро прилично и плюс значит вот в этой сборке практически она русская в ней есть все необходимые программы вот выключать смотрите как вот так вот или выключить или перезагрузить там все что угодно значит вот таким значит вот образом поэтому значит чтобы у вас и голова значит не болела как там настраивать и так далее вот пожалуйста значит я вам предлагаю скачать готовую настроенную значит образ и этот образ записать к себе на флешечку вот и пользуйтесь им значит себе на здоровье переходите на линукс я всем рекомендую хорошая нормальная надежная система так что вот свое слово в пользу линукс я сказал считаю так вот Продолжение следует...